Артём Михалусов Почему было такое давление от «Шорзенита»? Я думаю, что «Шорзенита» на нас очень сильно настроились, играли в очень быстрый футбол и хотели сравнять счёт. Вернёмся к тому, что ты забил первый гол. Сколько? Какую планку ставишь в сезоне забитых мячей? Я думаю, гола в 10 забью. Всё, желаю удачи. Булугин Александр Вячеславович. Сразу после матча. Александр Вячеславович, почему такой разгромный счёт? Что не удалось команде для победы или даже для того, чтобы увести очки? Ну, неизвестно. Будем разбираться, как сыграли в обороне. Но это, конечно, и заслуга игроков «Чертанова». Атаки очень быстрые футболисты, напористые, идут в правильные зоны. Поэтому им удалось забить. Мы немножко недоработали в обороне. Два матча подряд вы пропускаете четыре мяча. С чем можете связать такое большое количество мячей, пропущенные в свои ворота? Соперники были очень сильные. Хорошо играющие в атаке. У нас сегодня игра не получилась. Не было страховки. Упускали футболистов. Не знаю, может быть, устали уже по сезону. Много игр сыграли. Не удалось довосстановить их. Ну и какие-то ошибки индивидуальные у нас ещё есть. Мы над ними работаем. Но пока ещё времени мало было. Поэтому пропустили. Ну и последний вопрос. Почему и с чем связана была замена вратаря на 90-й минуте? Ну, мы хотели поддержать второго вратаря. Ничего, никаких претензий мы Илье Завалееву не предъявляем. Такая игра. Просто хотели выпустить второго вратаря, чтобы он немножко сыграл. Это были его первые минуты. Всё, понял. Спасибо. Желаю удачи. Спасибо. Чугайнов Игорь Валерьевич, главный тренер команды Чертанова. Игорь Валерьевич, пятая победа подряд. За счёт чего удается вам? Держать такую высокую планку? Ну, давай не только мне планку держать. Пытается высокую. Прежде всего, команда, ну, я считаю, после первого неудачного тура, она как бы набрала ход. Да, были тяжёлые игры. И сегодняшняя игра, в принципе, несмотря на счёт, она тоже была непростой. И «Зенит» оказывал достойное сопротивление и имел один голевой момент, тоже в первом тайме, очень такой неприятный у наших ворот. Но, конечно, в атаке всё-таки, наверное, мы смотрелись поинтереснее, в каком плане, ну, наверное, индивидуальное качество игроков Чертанова. И прежде всего, быстрота работы с мячом и беговая тоже работа. Она всё-таки позволяла нашей команде создавать моменты. Жалко, что не все забили, не все использовали. И поэтому при счёте вроде повели 2-0, но тут же пропустили. И, наверное, это был такой отрезок матча, такой, на самом деле, такой напряжённый самый. Но потом всё-таки забили третий и четвёртый мяч и всё-таки довели игру до уверенной победы. Вот, если ещё причины раскрывать, может быть, нет одного форварда, который всё лечится. В команду раскрылись другие игроки, поэтому всё-таки надеемся, что с его выходом ещё сильнее станем. Ну, я тоже на это надеюсь, то, что форвард вас не подведёт. Ну и последний вопрос. Сегодня, я думаю, замены сыграли. Два высших на поле игрока, Пётр Щербатов и Дмитрий Лапшин. Один отдал голевую, другой забил. Довольны заменами? Ну, в принципе, да. И это абсолютно нормальная ситуация, когда игроки, свежие, выходящие на замену, начинают действовать так, которые вместо высших игроков, кого не заменили, и приносить пользу, и запоминаться своими хорошими действиями. Это, да, создаёт определённую конкуренцию, а это является двигателем тоже команды. Поэтому это так и должно быть в хорошей команде. Всё правильно? Желаю вам удачи в сезоне. Спасибо и вам. Воздравления. Порошков Артём, сразу после встречи. Артём, ты вышел на замену. Что тебе говорил тренер? Что ты пытался сделать на поле? Ну, я пытался просто играть в футбол. Тренер сказал, как бы, ну, постарайся что-то сделать в нападение, забегай, отрабатывай в защите. Главное, страхуй пацанов, помогай в команде. Ну, я постарался, но не получилось что-то. Если не ошибаюсь, ты 2008 года. Ну, насколько тяжело играть на год старше? Ощущается ли это? Ну, конечно, ощущается. И скоростью другие, и физические парни намного сильнее. Ну, скорость футбола, сама как по себе, намного больше, чем у моих сверстников. Ну, и последний вопрос. Что всё же не хватило с Шорзениту для победы, для того, чтобы увести сегодня очки? Знаете, ну, футбол, такая игра тоже. Возможно, сегодня нам повезёт. Завтра другим командам. Не хватило, возможно, где-то класса. Конечно, в обороне не всё получалось. Надо усиливать, надо тренировать эту, именно эту часть нашего футбола. Ну, знаете, это футбол, всё-таки всё происходит. Всё, спасибо, Артём. Желаю удачи в сезоне.